Добрый вечер всем любителям волейбола на стадионе Динамо, что находится в столице республики Башкортостан. Совсем скоро начнется матч 23-го тура российской волейбольной Пари-Суперлиги. И сегодня на стадионе Динамо Уфимский Урал принимает команду Югра Самотлор из Нижневартовска. Наверное будут готовы. В этот раз укоротил. Будюхин справляется и Эбадипур снова на групповом блоке классно атакует. Эбадипур сам на подачу выходит. Не рискует, но смотрите как далеко отведен мяч с выбитого мяча Радченко. Снова в диагональное направление и снова Рыбаков достает этот мяч. Будюхин классно играет в защите. Быстрая передача в два. Успеет Евгений? Успевает, но оставит. Оставит в игре Самотлор этот мяч. Без атаки правда получилось. Еще шанс у Рыбакова. И все уже. С очередной атаки Евгений обколотил таким образом, что уже мяч не достать. Вот и в атаке. Рыбаков тоже хорош. Фролов тащит этот мяч. Рыбаков в роли пасущего, но без атаки остается Урал. Ковачевич просто передал мяч на другую сторону площадки и забивает игра Самотлор. Чуть-чуть приподнялся вверх и изменив траекторию. Вот шанс у Рыбакова. Неудобно ему. Втроем здесь заблокировали Аксютина. И еще один удар. Здесь уже без сопротивления. Капитан Югры Самотлор исполнял. Снова классная подача Касселя. Да, причем все в Будюхину подает Касселя. Каждый раз проблемы есть. У Максима нового премиума справляется. Никель перекидывает, но это было что-то совсем неудачное. И очень легко отловили здесь Михаила. Очень высоко. Но справляется Будюхин. Не самая хорошая передача на сетку в направлении Ковачевича. И Александр Будько забивает. Вот это да. Хороший подброс. Подача. Мельников не сумел продавить, но мяч остался у Уфимцев. Снова без атаки Юграс Самотлор. Шанс у Уфимцев. Быстрая передача на Ковачевича. Сразу два блока на него бегут. Толок на Ксютина. И забивает Никита. И не совсем было понятно, куда же в итоге он приземлится. Ковачевич хороший прием. И вот мощный ответ от Александра Гуцелюка. И очень многое зависит, конечно же. Если неудача, то это сразу конец. Нет. Конца пока не будет. Эбадипур. Достает этот мяч в прыжке Касселя. Игра продолжается. Пайп. Уже Будзюхин в приеме. Теперь шанс еще один у Эбадипура. Снова так же по рукам. Снова остается на стороне Нижневартовска. И снова неудобно атаковать. Рыбаков. А Рыбаков попадает в площадку. На всякий случай просмотр возьмет Валерий Песковский. Ну что, какое решение? Решение остается неизменным. 25-23. Первый сет за Куфинцами. Если Якутин вообще ни разу не подал хорошо, то Мельников вот так вот эйс. Но тут же прилетает у него мяч. Правда, сделать ему здесь было уже что-либо очень сложно. С не самой сложной подачей Урал не получается сняться. Ну вот, со второй попытки Евгений Рыбаков колотил мяч так, что сомнений не вызвал ни у кого, куда он попал. Наверное, противоположность подачники ли сейчас должна быть. Хорошо, как разыграли. Багрей подкинул мяч на касселе и тот колотил. Там же отрыв был уже к концу. Ковачевич справляется. Быстрая передача в два. Рыбаков. Рыбаков хорош. Самые слабые. Оказалось, нет. Еще одна подача снова в Аксютина. Без атаки. Сам Атлор. Ну и толком атаки не получилось и у Фимцев сделать. Что-то Кулыгин отрывает, если бухинцы вели, а пока только отстают. Подача Буцелюка. Мяч перешел и как он здорово перелетел. И кто там так долг? Но исполнить этот элемент не смог. Зато смог хорошо довести. А на Мельников четыре руки. Двое блокирующих. Читают и знают, что будет передача в центр сетки. Возможно, это немного избило Бадипура. Но посмотрим вторую его атаку. Нет, вторую бьет через линию. Показал, что видит он отлично площадку. Жалко, что один брейк. Подает теперь это Александр Будько. Мельс. Приеме и атака Никеля. Какая быстрая. И какая хорошая получается. Планирующая подача в Кострова. Хороший прием. Быстрая передача на Никеля. И Никель реализует сетбол. Счет 1-1. Нет, все-таки втроем стояли. Классно справился Будюхин. Ответ от Гусулюка. Мощно в Никеля вколотил. Извинился тут же Салюк перед Никелем. Планирующая Будюхина. Никто не хочет пасовать. Ковачевич с отведенного мяча. Но без атаки сам отлор. Еще один шанс у команды. Урал. Забивает Ковачевич в линию. И очень забавно был. Чуть получше. Ситуация такая же. Подача. Никель разозленный. Сколотил этот мяч. Сам же Ушков и будет выполнять вторую передачу. Доигровки. Хорошая подача. Милицкий выбивает в 6-й метр. Костров сбрасывает. Неудачная передача Иванкова. Еще одна атака будет у Нижневартовска. Конечно в центре сетки. С хорошей доводкой. Очень часто против фимской команды они это делают. И раз за разом набирают очки. Что покажет? Феоктистов. Феоктистов появился на площадке. Принял. Очень плотная борьба. Денис Толок. На подаче. Будюхина подает. Будько тут же на Ковачевича. Ну и Урош в принципе делает то, для чего он вышел на площадку. Сейчас забивает. И будет сетбол. Подача в Ковачевича. На него же возвращается мяч. Ну и Урош отдохнул. И полетело все у Серба. Ковачевич со свистком. Да, они как будто не были готовы к этому волейболисту соперника. Никель и не достает этот мяч. Игорь Фролов. 26-26. Хороший подброс. Мощная подача. Будюхин великолепно справляется. Эбадипур. И Эбадипур забивает. Снова Эбадипура. Эбадипур справляется. Ему же конечно передача. И с 4 по 4 забивает. Милот Эбадипур. Но счет равный. 28-28. Два брейка нужно брать. Подача хорошая. Но. Денис Толок. Связующий игрок. Атакует так, что прошибает блок. 61-й розыгрыш. В этом сете. Никель забивает. Восьмой номер ударил восьмого. Переходящий мяч. Ух ты. И что же делал Эбадипур? Почему так не уверенно? И переходящий уже у игры Самотлор. Здесь гораздо лучше играет. Михел Никель. Ковачивает. Эбадипура. Пайп от Ковачевича. Игра у нас продолжается. 33-33. Станислав Кассель упал. На две подряд уже точно нет. Игутин. Подача в шестую зону. Никель. Никель снова забивает. Два эйса у Кострова есть. Примерно такие подачи он и делал. Эбадипур забивает. 34-34. Ну и великолепен Александр Будько. На подаче. Эбадипура. Ему же передача. Забивает он на одном блоке. Какое-то направление. Буталюк в милис. Быстрая атака. Ну это Михаил Кулагин. Он сегодня такие мячи исправно забивает. Если не ошибаюсь, что все влево. Принимает Ковачевич. Атакует Рыбаков. И на этом Юграсом Атлор вырывает партию. Фантастика. 39-37. 76 очков разыграли в этой партии волейболисты обеих команд. И тем, как сегодня действует Михаил Никель. Передача на Феоктистова. На двух блоках. Никель достал этот мяч чудом. Мэтолог просто перевел его на половину Урала. И снова в обороне творят какие-то чудеса волейболисты Югры Саматлор. Атаки не будет. Феоктистов. Скидка. Здесь тоже не получается. Ковачевич. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мелис и Никель не разобрались, кто будет играть. Хотя мяч был не самый сложный. Но в этом розыгрыше роль связующего исполнял Милл Тибодипур. Три передачи. Его подача Феоктистова. Быстрая атака. И Александр Гуцалюк снова на центре сетки. Замечательно играет. Не рискует. Костров справляется. И вот передача в центре. Снова влево. Снова в первую зону. Кулыгин забивает. Будько укорочено. Милицкий готов. Никель. А Никель с быстрой передачи успевает сбить в линию. Абадипур. И Абадипур, Феоктистов и Будюхин. Абадипур справляется. На одиночный блок передача Ковачевичу. Ковачевич великолепен. Забивает. 17-14. Силова в Мелеса. Будет переходящий. Не будет переходящий. Толок одной рукой оставляет мяч Никелю. Силовая подача получалась. И вот готовится он снова это выполнить. Снова по первой. Абадипур ждет. Ковачевича. Ковачевича прихватывают блоком. И никто его не страхует. 18-18. Все. К концовке мы приближаемся снова с равным счетом. И от Андрея Ушкова ждут серию хороших подач. И вот первая есть. Гуцелюка закрывает. Закрывает Гуцелюка. Отличную подачу подал Андрей Ушков. Отличный шанс заработать брейк. Планер Вабадипура справляется. Атака в центре. Гуцелюк забивает. 22-23. На подачу выходит Егор Феоктистов. Подать мне кажется в поле. Так что было бы сложно принимающим. Подача в Кострову. Передача, конечно, на Никеля. И Никель забивает. Вызывающе ведет себя. Снова сигнализирует прямо на площадку сопернику в лицо. Зрителям. Ну, я думаю, что при такой его игре он чувствует себя очень хорошим и важным игроком. Героем чувствует себя безусловно Никель, который начинал эту игру со скамейки. Благодарим всех за внимание. Сколько? Два с половиной часа поработали мы сегодня. Посмотрели волейбол. Не знаю, понравился он. Кому-то точно понравился, кому-то, может быть, нет. Это не так важно. Игра уже сыграна. Игра забудется, и результат останется. Благодарю всех за внимание еще раз. Для вас сегодня работали Никита Маврин и Сергей Кирпичников. Всем удачи. Смотрите волейбол. Субтитры сделал DimaTorzok